Рассчитываю, что это место станет точкой порождающей смыслы, порождающей правильную коммуникацию, порождающей разные дискурсы, коммунирующие, которые все вместе позволят выбрать и создать правильное будущее для нашей страны и мирства. Люди, которые приходят в музей, посетители музея, они мыслят совершенно другим образом. Люди привыкли к тому, что есть свайп, люди привыкли к тому, что картинки двигаются. То, чего в музее не происходит, это проблема мировая. Все классические музеи сейчас ищут способ коммуникации с этой аудиторией. И для нас общение с научными институциями – это один из способов как раз поиска этой коммуникации. Студенты нас интересуют, студенты. Второе направление – это наука. Эта гуманитарная наука дает язык, да, они про человека, они помогают нам лучше понимать себя. Поэтому для нас этот междисциплинарный дискусс тоже крайне важен, и где, как в университете, эти дискуссы выстраивают. Мы в Пушкинском музее верим, что именно через книгу вы можете познакомиться с каким-нибудь человеком, который жил в самые разные времена. Например, Эрнстом Гомбрихом, искусствоведом, который никогда не бывал в России, однако же может вдохновить очень многие умы и стать вашим ключом к тому, что такое история искусства. Это и очень многие книги находятся в пространстве кабинета Пушкинского. Мы очень рады, что благодаря поддержке Томского университета этот проект действительно осуществился именно так, как мы мечтали. Спасибо. 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 Спасибо.